Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Изъяты 23 килограмма синтетических веществ, задержаны 12 участников преступной группы. Какая еще работа ведется по борьбе с наркодилерами в регионе? Вопрос успели задать более 4 тысяч человек. День открытых дверей прошел в Управлении Федеральной службы судебных приставов. Русское географическое общество снова удивило выставкой. Организаторы предлагают перенестись на столетия назад. Более 200 человек уже почти 12 часов не могут вылететь из Самары в Грецию. Самолет «Вераклеон» должен был отправиться в половине четвертого ночи. Но, как сообщают в транспортной прокуратуре, рейс пришлось отложить из-за технической неисправности судна. В эти минуты специалисты на месте проводят проверку, чтобы выяснить точные причины задержки. Возможно, улететь в Грецию самарцы смогут уже через пару часов. По последним данным, рейс «Вераклеон» планируют объединить с рейсом другой авиакомпании. Разместили пассажиров в гостинице. Часть пассажиров вернулась домой. Сейчас вылет задерживается до 5 часов. Ну, по ситуации, конечно. Предварительно на 5, но это не факт, что вылет из 5. 23 килограмма синтетических веществ изъяли самарские полицейские. Задержаны все участники преступной группы – 12 человек. Большинство из них 19-20 лет. Организатор чуть старше, ему 25. По данным силовиков, именно синтетические наркотики пользуются наибольшей популярностью у молодежи. Они доступнее. За их употребление в первой половине года в Самаре на учет поставили более 20 человек. Как с этим бороться, задумалась Алина Чемерес. За первую половину 2016 года в Самаре изъято 10 килограммов наркотиков. Большая часть – марихуаны и синтетические вещества. Всего преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зафиксировано меньше, чем в прошлом году. Но количество тяжких и особо тяжких из них выросло на треть. По данным наркоконтроля, молодежь стала чаще употреблять синтетические смеси. Две недели назад полицейские изъяли 23 килограмма таких веществ. Данный вид наркотиков более доступен, бесконтактный. И более дешевый. То есть доза стоит в районе от 600 до 1000 рублей. То есть деньги для молодежи сравнительно небольшие. Молодежь боится уголовной ответственности. И для них вот это за счет компьютеризации. И тот, кто соображает там в интернете, они не выходя из дома его заказывают. В виде закладок получают, расплачиваются также через киви кошельки. То есть это процедура 10-15 минут. За полгода в Самаре за употребление наркотиков и курительных смесей на учет поставили более 20 несовершеннолетних. Чтобы искоренить в молодежной среде тягу к пагубным пристрастиям, в городе регулярно проводят лекции, посвященные здоровому образу жизни, встречи с экспертами. Также, чтобы выявить склонность к потреблению наркотиков в школах, проводят психологическое тестирование. Очередное пройдет в октябре-ноябре. Но важно, чтобы о вреде психотропных веществ и пользе здоровых увлечений ученики узнавали от своих сверстников. Мы проводим ежемесячно для районов такие антинаркотические уроки, куда приглашаем представителей органов системы профилактики. И там сидят дети, обучаются, именно те на урок приходят, которые являются волонтерами. А потом в своих образовательных учреждениях они уже доносят до ребенка те сведения, которые они получили. Причем они неформальным образом доносят. Не на каких-то там классных часах или школьных мероприятиях, а в беседах, в играх со своими одноклассниками. Специалисты уверены, важно работать и с родителями. В некоторых школах для них проводят тренинги и встречи с экспертами. Летом организуют семейные палаточные лагеря. Также с прошлого года в Самаре работает городская школа родителей, где взрослым и детям помогают наладить взаимоотношения. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. День открытых дверей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области. В единый день приема граждан структуру посещают более 4 тысяч человек. Прием ведут специалисты управления, начальники отделов и руководящий состав. С двух часов дня и до восьми вечера приставы отвечают на вопросы, оказывают гражданам юридическую помощь. Такие приемы ведутся уже второй год, проходят раз в квартал. И теперь в них принимают участие члены общественного совета. Все исполнительные производства, которые поступают с личного приема граждан, они ставятся на контроль с еженедельным докладом о ходе исполнительного производства, ну и соответственно о его окончании по каким-либо основаниям. Основной закон как гарантия политических прав и свобод человека. В Самаре снова обсуждают Конституцию России. Это уже 12-я научно-практическая конференция с участием всех сторон, начиная от студентов юрфака и до представителей высшей государственной власти. Участники дискуссии рассуждают, как в нынешних условиях выполняются основные принципы демократии. В последнее время все чаще звучит мнение о том, что основной закон страны необходимо усовершенствовать, дополнив его в соответствии с требованиями времени. Не процедура, она нарушала закон, действовавший в тот период о референдуме, а применилась процедура так называемого всенародного голосования. Ни по содержанию меня не устраивали, ну особенно две части там, но основная это права человека. Поэтому сейчас можно говорить о том, что совершенствовать нужно, но системно ее менять, конечно, сейчас пока не созрели условия. Хотя предложений по изменению текста Конституции очень много. Выборы ГОУ как средство повышения политической культуры молодежи. В Самаре подвели итоги электронной акции, которая проводилась в день голосования. Для участия необходимо было всего лишь скачать приложение и привезти на участок как можно больше людей. Главный приз квартиры в Самаре. С рекордсменами встретился Олег Зверев. Не имей 100 рублей, а имей 300 друзей. Выпускница Самарского технического университета Марина Титова стала абсолютным рекордсменом избирательной активности по версии электронной акции выбора ГОУ. В итоге приз однокомнатной квартиры в Самаре. Вместе с ней на участки пришли более 300 человек. Я заслужила этот приз, потому что выходных не было. Была жесткая работа. И усталость после этого дня была колоссальная. Ну а также это подогревалось чувством адреналина. Ближайший соперник Марина Антон Бахвалов набрал в четверо меньше отметок. Его результат более 70. Впрочем, для Марины он не конкурент еще и потому, что его электорат в Тольятти. А награда тоже квартира, только в Автограде. Где-то половина, половина ребят говорила, да, мы пойдем. И да, давай, мы тебе поможем. Половину пришлось мотивировать, потому что, да ну зачем, зачем. То есть пришлось говорить, что ты что это выбор, это нужно, сходи, пожалуйста, ну и мне помоги. Серебряная награда – автомобиль Lada X-Ray. Бронзовая туристическая поездка в Сочи. А каждый 500-й участник выиграл ноутбук, фланшетный компьютер, смартфон или фотоаппарат. Насколько конкурс выбора Гоу повлиял на явку, не берутся утверждать даже эксперты. Но все-таки почти 15 тысяч человек стали его участниками. Причем половина из них скачали приложение 18 сентября. Выборы Гоу – уникальный самарский проект. По итогам акции число зарегистрированных в приложении составило более 1% от всех участников голосований в Самарской области. И не только. Организаторы зафиксировали более тысячи попыток войти в систему в других регионах страны. От Санкт-Петербурга до Забайкалья. А значит, акции, будучи еще не объявленной по всей стране, уже стало популярной. Акция для молодых избирателей проводилась в полушутливой форме. Это как охота на покемонов. Но попытка повысить гражданскую активность в духе времени явно удалась. Здесь нет никакой агитации. Здесь не было никаких призывов голосовать за кого бы то ни было. Здесь был один простой призыв. Ты должен знать о том, что выборы – это и для тебя. О том, что это важный шаг для каждого. Ты должен не стесняться об этом рассказать своим друзьям, знакомым. Как считают организаторы, в следующей подобной акции должно быть многократно больше участников. Люди увидят, что в виртуальном конкурсе можно выиграть вполне реальные призы. Олег Зверев, Василий Колдашов, События. Куда пойти работать, подумать о будущем, предлагают школьникам на открытых уроках кадры. Это занятие по профориентации молодежи. На встречу к школьникам приходят представители самарских предприятий и рассказывают о работе на своем производстве. О моде на пролетариат. Репортаж Марина Матвейшиной. Токрест-лесари-фрезеровщики профессии, в которых сегодня нуждаются предприятия. А вот юристы и экономисты свои позиции сдают. Всю правду о состоянии на рынке труда рассказывают школьникам на открытых уроках по профориентации кадры. Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Молодежь Самары», рассчитанной на пятилетку до 2018 года. Эта программа способствует успешной социализации и самореализации молодежи. Основную ставку мы, конечно же, сделаем на ребят, как говорится, младше, что пока еще не сформировано вообще желание, познание того, куда я пойду. Да нет еще точных определений, есть только какое-то видение, да. И поэтому мы стараемся максимально рассказать о современном предприятии, показать его как бы преимущество, что это совершенно новое оборудование уже, что это современные технологии, что это большое производство, это вообще большая компания. Будущие кадры подбирают себе и предприятия. Представители самарских заводов приходят на уроки, чтобы максимально правдиво рассказать о работе на производстве и присмотреть себе будущих сотрудников. Мы приглашаем школьников на экскурсии на наш завод. Они могут посмотреть сами производство, они будут видеть, как производится сантехник, как производится керамогранитная плитка. Они поймут, что это не только ручной труд, но сейчас это высококвалифицированный и это технологический труд. У нас практически половина производства сейчас автоматизирована. Открытые уроки профориентации кадры проходят в школах уже второй год и дают свои плоды. Все больше выпускников поступают в техникумы и профучилища, чтобы получить рабочую специальность. Многие приходят уже подготовленными. Во время школьных каникул ребята могут поработать на предприятии в качестве помощника-специалиста и попробовать свои силы в том или ином деле. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов, События. Далее коротко о других темах дня. Жительница Самарской области заплатит 100 тысяч рублей за фиктивную прописку мигрантов. Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении жительницы Алексеевского района. Женщину подозревают в том, что с июня по сентябрь 2016 года она зарегистрировала в собственной квартире в поселке Суботинском 34 иностранца. Мигранты состояли на учете, но по факту ни они, ни хозяйка по этому адресу не жили. Женщине грозит наказание от штрафа в 100 тысяч рублей до трех лет тюрьмы. На портале «Транспортный оператор Самары» появился график работы театральных автобусов в октябре. Зрители вечерних спектаклей по-прежнему смогут уехать в отдаленные районы на автобусах номер 1, 2, 34 и 47. Публику, побывавшую в Академическом трамтеатре имени Горького, будет ждать транспорт на пересечении улиц Фрунзе и Шостаковича. Зрители театра оперы и балета на площади Куйбышева со стороны Красноармейской. Набережную Самары украсит 10 тысяч тюльпанов. Высаживать будут цветы двух сортов – 3 тысячи розовых и 7 тысяч красных. На их приобретение МУП Самарской набережной потратится с городского бюджета 172 тысячи рублей. Поставщик определится по результатам конкурса 4 октября 2016 года. Самара входит в первую тройку городов, популярных для бюджетных поездок на Новый год. Интернет-сервис поиска отелей выявил самые недорогие популярные туристические направления. В топ-10 самых недорогих и популярных для новогодних путешествий городов входят, кроме Самары, Владимир, Тверь, Смоленск, Калуга, Саратов, Томск, Тула, Иркутск и Иваново. По данным экспертов, внутренний туристический поток по России в дни новогодних праздников вырастет на 15% по сравнению с прошлым годом. Начало октября может принести в Самару небольшое потепление. По прогнозам областных синоптиков, к воскресенью дневные температуры повысятся до 18 градусов, а осадки прекратятся. А вот сегодня и в субботу небольшие и умеренные дожди очень даже вероятны. На улице 10-15, на небе облачно с прояснениями. Русское географическое общество не перестает удивлять самарцев своими выставками. Летом можно было приобщиться к купеческому чаепитию, сегодня выставочные залы приглашают перенестись также на столетие назад, только уже на улицы Самары. Чем и как жил город на рубеже веков, расскажет Сергей Кизоркин. История Самары – начало 20 века, написанная маслом известным художником Александром Бакановым. От натюрморта до городских улиц и волжских просторов. Каждая картина – это не просто произведение искусства, это история отдельного уголка Старой Самары. Мастер, прежде чем браться за кисть, тщательно изучает старые фотографии, документальные архивы, гуляет по центру. И буквально переносится в эпоху индустриализации, ренессанса и модерна в Самаре. Это вообще тема надолго, может быть, на всю жизнь. Самарские летописи, я, так сказать, смоготовую очень большую, таким длинным. Потому что нельзя, чем больше этот материал погружать, тем больше открытия и больше интереса к этому. То есть это уже перестает быть вот такой какой-то трактовкой, хронологией. Это выстраивается атмосфера. И событийный ряд, он уже не датный, не хронологический. Он уже, скорее, какой-то по ощущениям. Я обязательно регенерирую, то есть создаю какую-то жизнь, пытаюсь оживить ту среду, тот участок нашего города, интересный, значимый, событийный, живой. И населить его людьми. Герои живописных рассказов Александра Баканова и простолюдины, бурлаки-крючники. И высшее сословие, градоначальники, губернаторы, императоры. Коснулась кисть мастера и темы прибытия Александра II в Самару. Хорошо получаются и натюрморты. Через предметы быта и обиходы посетители выставки в одно мгновение переносятся в прошлое. Здесь мне что нравится, чувствуется этот собственный взгляд художника. И мне он симпатичен, он мне нравится. И я осматриваю эти картины, любуюсь и получаю удовольствие. 11 картин Баканова из серии «Самарские летописи» выставлены в залах Русского географического общества. Выставка посвящена 165-летию Самарской губернии. Будет работать до конца октября в будни по вечерам, в выходные, начиная с полудня. Удивительный художник, удивительные картины нашей родной территории, картины глубокого содержания, великолепного качества. И художник достаточно известный. Картины выпускника Самарского художественного училища из серии «Самарские летописи» представлены в главном зале Московской Третьяковской галереи, находятся в частных коллекциях, в том числе у патриарха Русской православной церкви и президента России. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Архитектура, урбанистика, развитие городских территорий. Российские и французские эксперты поделятся опытом трансформации городов. Новый арт-объект появится сегодня в Самаре. На Комсомольской площади откроют паровоз «Памятник Лебедянка», который раньше работал на железной дороге. Долой незаконную рекламу районной администрации вышли на охоту за нарушителями общественного порядка. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова